Значная подея для прихильников экстремального спорта отбылась на минулых выходных в Гомельском районе. Открылся первый в нашем регионе парк для вейкбординга. Накольки популярный новый вид спорта серед гомельской молоди, доведалась Катярина Жданович. Выконание труков на вейкборде – важный складник этого вида спорта. Дякуючи махчимости получать экстремный отпочинок, популярность вейкбординга значительно взросла в прошлые годы, в Тымлюку и в нашей стране. Сегодня в Беларуси день нечая 12 вейкпарков, пришла черга и Гомельской в области. Новый объект разместился на территории одной из гросядиб у везцы Асауцы, недалеко от Гомеля. Мы очень давно занимались винсерфингом, и так как в нашем регионе очень слабые ветра и сезон винсерфинга очень короткий, нам стало скучно. И в одной из поездок за границу мы увидели, что ребята катаются на какой-то доске по воде. Когда мы с ним познакомились, с ребятами, они нам рассказали, мы втянулись, и нам это очень понравилось. И мы решили такой же парк построить у нас в Гомельской области. Это хороший досуг для молодежи, это хороший отдых и для жителей города Гомеля, да и Гомельской области. И несомненно, я думаю, что сюда можно привлекать иностранных туристов. Я думаю, что это хорошее подспорье, изюминка Гомельской области будет несомненно. Проверить натрывалость самую долгую реверсийную лябедку в Украине приехали профессионалы и аматоры вейкбординга в всей Беларуси. Церудых неодноразовый призер и переможца чемпионата Европы и света по водных лыжах Герман Беляков. Я старался очень сильно не рисковать, скажем так, чтобы не тратить время на плавание и зрителям больше показать амплитуду. Ну вот один из самых сильных трюков, что я сделал, это двойной S-бенд. То есть это получается вылет в горизонтальной плоскости и вращение 720 градусов вокруг своей S. Приехав, я увидел достаточно хороший уровень, несмотря на то, что парк открыт вот буквально совсем недавно. Ребята очень активно развивают вейкборд в этой части нашей страны. Радует тяга трехканатной дороги, амплитуда у спортсменов зашкаливает на самом деле. Необходный инвентарь для катания, музыка, спякотное надворье, белый песок, вода и отповедный летний настрой. Так открывали Гомельский вейкпарк. А кроме того, кожный жадающему хочу себе у роли вейкбордиста и прокатиться по хвалях мясового водоему. Шлем, супрацедарный жилет, махчим и стрематься на дожце и в вейкборд. В выкладку, когда из-за справы берутся девочки, еще одной неодъемной часткой появляется червоный купальник. Ужнивне тут планует провести один из этапов республиканских споборництвов по вейкбордингу. А еще праздники час Гомельский вейкпарк махчим и станет местом для научения этому виду спорту самых маленьких. Катерина Жданович, Михаила Рабко, Телера.